Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья! У нас недельная глава Бешалах, и мы будем изучать всю неделю с Божьей помощью, как Всевышний раскрывает море. Еврейский народ выходит из Египта, фараон продолжает верить, что он может, может этих людей вернуть в рабство, и Всевышний делает огромное чудо. Всевышний открывает море, люди проходят через море, египтяне забегают, хотят их убить, вернуть в рабство, море закрывается, и этим заканчивается египетское рабство. Еврейский народ поет песню и говорит Всевышнему спасибо, спасибо за все чудеса. Удивительно, что на скрижалях, на 10 заповедей, которые даст Всевышний, первая заповедь гласит «Я Бог твой, который вывел тебя из Египта». Почему Всевышний на своей визитной карточке говорит, что «Я твой Бог, который выводит тебя из Египта». Если вы спросили бы меня, то должно быть написано «Я твой Бог», какой, который создал небо и землю. Вот какой я Бог, это все мое, это мой мир, всю Вселенную, все планеты создаю я. Почему же Всевышний выбирает сказать на своей визитной карточке «Первая заповедь на скрижалях, я Бог твой, который вывел тебя из Египта». Почему? Потому что когда Всевышний выводит из Египта, он открывается всему человечеству. Когда он создал мир, там был Адам, Хава, они с ним общались, Кайн и Эвель. Они знали его, Ноах его знал. Но люди, вот массовое явление, массовый контакт, прямой контакт между людьми и Богом произошел при выходе из Египта. Здесь Всевышний открылся всему миру. Все видели египетские казни, все знали про Синайское откровение. «Я Бог твой, который вывел тебя из Египта», потому что здесь Всевышний открывается всем людям и говорит «Вот я творец». Смотрите, какие есть правила в этом мире. Смотрите, вот Тора, вот я даю Тору на Синайском откровении. Поэтому Всевышний заявляет, что я Бог твой, который вывел тебя из Египта, чтобы ты понимал, во-первых, «А, вот контакт со мной, вот я, я делаю 10 казней». И во-вторых, вот инструкция, вот инструкция, которую я вам даю, и Всевышний показал, что Он управляет всем миром. Он не какой-то там абстрактный Бог. Он создал мир, и все, пускай мир себе живет по своим правилам. Он Бог, который управляет. Он Бог, который делает казни тому, кто заслуживает казни. Он Бог, который открывает море тем, кто заслуживает таких великих чудес. Самое главное правило мироздания – мера за меру. Обратите внимание, Тора, вся книга шмот – это мера за меру. Например, когда Всевышний говорит Муше, «Муше, иди к фараону и скажи ему, отправляй мой народ», то с Муше идут старейшины, 70 великих праведников, старейшин Израиля, идут вместе с ним на переговоры, очень тяжелые, очень опасные, но переговоры с фараоном. Они так испугались, говорит нам Тора, что постепенно один отошел от этой кампании, второй, третий. Все 70 старейшин испугались заходить к фараону. Они просто постепенно разошлись, Муше и Арон шли впереди, и сзади вначале было 70 старейшин, потом 60, 50, 40, они разбежались. Тора нам сообщает, что они просто испугались. И что? Когда Муше идет на гору Синай, Всевышний говорит, только ты идешь на гору. Старейшинам скажи, они на гору уже не идут. Почему? Мера за меру. Тогда, когда нужно было идти к фараону, они испугались, теперь они должны быть, вот там была специальная граница, на гору Синай они уже не пойдут, потому что все мера за меру. Еще один наглядный пример. Всевышний говорит, вернее фараон говорит, фараон говорит, вы знаете, я хочу убивать всех мальчиков. Он собрал главных поветух, которые принимали роды, и сказали, и сказали Мирьям, убивайте мальчиков. И те отказались, они сказали, мы не будем убивать. И они отказались убивать мальчиков. Всевышний дал им в награду дома. Что значит дома? Дом левитов, и коинов, работников храма, и дом царей. Что это означает? У нас статус человека определяется по отцу. Если мой отец священник, то и я священник. Если мой отец левит, помощник священников, то и я левит. Если, например, кто-то из дома царя Давида, то он потенциальный царь, потому что династия царей шла от Давида. Все определяется по отцу. Так вот, вот Йохевит и Мирьям, которым фараон сказал, убивайте мальчиков, они отказались. То Бог им дал в награду мера за меру. Вы спасли мальчиков. Через мальчиков у нас передается по наследству статус, статус царя, статус священника. И я тогда отдаю вам вот этих, ваше потомство будут царями, ваше потомство будут священниками. Вы спасли священников и потенциальных царей, ваши потомки будут священниками и потенциальными царями. Все мера за меру. Вся книга шмот, это мера за меру. Или, например, давайте скажем последний пример. Когда Всевышний обращается к Муше и говорит Муше, пришло время спасать евреев, пришло время дарования Торы, заканчивается египетское рабство, то Муше говорит, я не могу идти спасать народ, ведь у меня есть старший брат Аарон, он главный раввин поколения, я не могу быть важнее, главнее его. Говорит ему, Всевышний хорошо, иди позови Аарона и пускай он будет тебе помогать, он будет говорить от имени тебя, от имени меня, бери Аарона, будете вдвоем спасать еврейский народ. И когда Аарону сообщают, когда Аарону сообщают, Аарон, идем спасать, идем спасать евреев, идем к фараону, сейчас будут казни, Муше будет главный, а ты будешь ему помогать. Написано, что Аарон очень-очень радовался, радовался, ура, спасение. Секундочку, только что Аарону сообщили, что ты номер два, ты не номер один, всю свою жизнь ты главный раввин поколения, ты главный, ты номер один, а сейчас тебе сообщают, смотри, младший брат, он будет важнее тебя. Ну, надо расстроиться хоть немножко. Но, написано в Торе, что Аарон не расстроился, он радовался за младшего брата. Хорошо, младший брат будет номером один, а я буду номером два. Он радуется, радуется за брата. За это Всевышний дает ему в награду специальные камни первосвященника были на его сердце. Твое сердце радуется за младшего брата, который тебя обогнал, ты получаешь вообще доступ к святая святых, ты главный первосвященник, и у тебя будут специальные камни на твоей груди. Все мера за меру. И так Всевышний открывается всему миру. Я, твой Бог, который вывел тебя из Египта, Бог показал, что он не абстрактный Бог, который там создал мир и отошел на пенсию. Нет, он Бог, который все контролирует. Он Бог, который взвешивает каждый поступок, каждую мысль человека. Кого надо, награждает, в зависимости от его деяний. Кого надо, наказывает, в зависимости от его поступков. Я Бог, который вывел тебя из Египта. Я все знаю, я все вижу, я все контролирую. Главный принцип мироздания это мера за меру. Как мы себя ведем, то мы и получаем. Старейшины испугались идти к фараону. Они не смогли подняться на гору Синай. Повитухи спасли мальчиков. Получили они дома, дома священников, дома царей. То, что вы спасли, то вы и получаете. Аарон, ты радуешься. Радуешься победе младшего брата. И ты рад на сто процентов, насколько может человек радоваться. Несмотря на то, что тебе сказали, что ты номер два, ты радуешься. Ты будешь первосвященником. У тебя будут святые камни, хошины на груди. И ты будешь заходить в святая святых. Удивительное правило, которое работает на сто процентов. Никаких исключений, мера за меру. Тот духовный продукт, который мы создаем своими действиями, то мы и получаем обратно. Работает всегда, работает везде, работает в любое время. Спасибо большое, дорогие друзья. Урок с Ицхаком сегодня будет ровно в 11 по Иерусалиму через 45 минут. Мы напоминаем всем, кто еще не заказал книгу Мишлей. Наконец-то можно купить Мишлей «Притчи царя Савамона». Удивительная книга, которая рассказывает про все секреты мироздания. Пишите нам на Вайкру, пишите мне в личном сообщении. Всем отправим книги в любую точку мира. Всем хорошего, прекрасного дня. Начался месяц Шват. Удивительный, уникальный, хороший месяц. Мы движемся к Туби-Швату, про который мы скоро вам расскажем ближе к дате. Хорошего дня. Всем хорошего настроения. Бессорот то вот.